Бренд DIGMA PRO выкатил в России свои ноутбуки примерно год назад. Есть три линейки – бюджетные Sprint M, средние Fortis M и самые продвинутые Magnus M. Вот со старшей линейкой в лице самой старшей модели сегодня и познакомимся. С вами XBD.com. Поехали! Все три линейки – это бизнес-ноутбуки. И чтобы упростить картину мира, будем считать, что старшие Magnus M – это ноутбуки для руководителей. И что же получает начальствующее лицо? Металлический корпус, черный, матовый, красивый и практичный. И этим Magnus M уже отличается от Fortis M и Sprint M, у которых корпуса пластиковые. Дизайн, можно сказать, минималистичный. И сейчас, мне кажется, экстерьер ноутбуков бывает двух школ – последователей IBM и последователей Apple. Первые делают остроконечные, низкополигональные деловые модели, но со своими вариациями. А вторые в тысячный раз копируют MacBook и обижаются, когда им на это указывают. Здесь плоский плоскость и угловатые углы. Ноутбук 16-дюймовый, точнее диагональ экрана 16,1 дюйма. И это новый стандарт, он занял место 15-дюймовых моделей. И он нужен для тех, кому маловато 13 или 14 дюймов, но все равно важна мобильность. Солщина ноутбука спереди 2 сантиметра, если не считать ножки, а весит он 1,8 килограмма. Корпус металлический, хотя есть несколько пластиковых вставок. Поверхность черная, матовая и отпечатки пальцев на ней довольно заметны. Моя любимая часть – это тест на MacBook. Для этого нужно одной рукой открыть крышку ноутбука. И если нижнюю часть придется придерживать, чтобы она не поднималась, то тест провален. Здесь успех. Крышка раскрывается на 150 градусов. Есть, конечно, модель, которая раскрывается на 180. Это выглядит эффектно, но практического применения у этого, мне кажется, нет. Петли немного выступают из корпуса, и средняя часть у них как раз прикрыта пластиком. Что же снизу? Снизу ноутбук открывает нам все удобство апгрейда. Посередине лючок для доступа к единственному слоту оперативной памяти. И отдельно открывается отсек с двумя разъемами для SSD. Изначально занят один из них. Теперь к разъемам. И здесь, опять-таки, хорошо видна бизнесовая суть этой модели. Слева HDMI для вывода на монитор или проектор. Пара USB-A версии 3.1. Один USB-C, аудиовыгод. И внезапно механический выключатель микрофонов и веб-камеры. А у него есть свой индикатор. Если он горит, то никто ничего не услышит и не увидит. А на правой стороне еще один USB-A. Правда, уже версии 3.0 картридер для карточек SD и гигабитный порт Ethernet. А с краю отверстие для противоугонного замка Kensington. Разъем питания, если возвращаться к левой стороне, классический коаксиальный. Для него в комплекте есть вот такой адаптер мощностью 90 Вт в форме кирпичика. При этом ноутбук может заряжаться и через порт USB Type-C. И на большей части процесса зарядки ему ровно так же хватает обычного адаптера мощностью 65 Вт. Вот, например, такого, который стоит пару тысяч рублей, который можно раскидать по всем местам своего обитания. А вот когда пригодятся 90 Вт комплектного адаптера, так это при зарядке, когда ноутбук сам по себе под нагрузкой. Про то, как часто вообще нужно заряжать ноутбук, расскажу в разделе тестов. А пока продолжим внешний осмотр. Клавиатура мембранной с цифровым блоком, но с небольшими компромиссами. Например, клавиши того же цифрового блока уже, чем у основного. Нолик подчиснили, чтобы вместить стрелку вправо, и стрелки вправо-влево больше, чем стрелки вверх-вниз. Когда-то так сделала Apple, все повторили. Потом Apple поняла свою ошибку, вернула как было. Но мы продолжаем в других ноутбуках видеть именно такое исполнение. Может быть, это дело вкуса, но я уверен, что удобнее, когда курсорные клавиши одного размера, есть пустоты, чтобы можно было найти этот блочок на ощупь. Тачпад довольно большой. Он нацентрован по оси основного блока клавиатуры, то есть в целом смещен влево. У него нет физических кнопок, но примерно две трети его самого нажимаются. И последний элемент здесь — это кнопка питания. В нее встроен сканер отпечатков пальцев, чтобы можно было входить в систему одним нажатием. И вокруг нее есть летящееся кольцо, которое нельзя погасить, не выключив ноутбук. То есть оно постоянно будет где-то на периферии зрения светить. А вот подсветка клавиатуры, к счастью, и выключается, и настраивается. Теперь к начинке, и можно будет, наконец, перейти уже к тестам. DIGMA PRO Magnus M на сайте производителя фигурирует в трех модификациях, которые различаются процессорами. AMD Ryzen 5 5600U, Ryzen 7 5800H и Ryzen 9 5900HX. К нам на тест попала старшая модификация. Оперативной памяти здесь 16 ГБ, то есть SD на 512 ГБ. И эта версия стоит сейчас чуть меньше 90 тысяч рублей. И, как я уже сказал, слот для модулей памяти здесь только один, то есть апгрейдить придется путем замены. А разъемов для SSD два, и один из них изначально свободен. Но вот этот второй запасной имеет интерфейс не PCI-Express, а всего лишь SATA 3. На диаграммах с результатами тестов будет еще пара ноутбуков примерно той же ценовой категории и той же направленности. И начнем, пожалуй, с памяти. В Magnus M стоит 16 ГБ DDR4-3200, и поскольку модуль один, то работает он в одноканальном режиме. В тестах получаем около 21 ГБ в секунду и при чтении, и при записи, и при копировании, и это в несколько раз меньше, чем у соперников. Правда, у тех память распаяна на плате, а в Magnus ее можно заменить. Штатный SSD сделан неплохим производителем NetEQ, но интерфейс у него PCI-Express третьего поколения, не четвертого. И в результатах на последовательное чтение он выдает чуть меньше 2 ГБ в секунду, а при случайном чтении 54 МБ в секунду. Это хуже, чем у аналогов, так что и интегральный результат накопителя получается в полтора-два раза ниже. Если брать тесты производительности без учета накопителя, то Magnus M оказывается либо на уровне, либо даже лучше аналогов за сравнимые деньги. Под максимальной нагрузкой ноутбук при полностью заряженном аккумуляторе потребляет 71 Вт, и это еще раз к вопросу о том, зачем нужен комплектный 90-ваттный адаптер. При этом система охлаждения справляется хорошо, так что нет ни перегрева, ни реактивного троттлинга, но шум сильный, 42 дБ. Обычно мы не прогоняем игровые тесты на неигровых ноутбуках, но иногда любопытство пересиливают, так что проверили Magnus M. Получилось, что более-менее комфортно, на нем можно играть разве что в танчики, да и то при разрешении Full HD. Уже что-то, но в целом это абсолютно неигровой ноутбук. И я до сих пор ничего не сказал про экраны, и нужно исправиться. IPS-матрица диагональю 16,1 дюйма, разрешением 2560 на 1440 точек, работает на частоте 165 Гц. И это довольно непривычно для бизнес-ноутбуков до сих пор. Пока что такое ожидаешь встретить скорее в игровых моделях. Мы измерили максимальную яркость, получилось 335 нитс. Это не очень много, но достаточно для комфортной работы на улице в облачный день. А мерцания нет при любом уровне яркости, то есть шим отсутствует. По формальному признаку скорости этой матрицы достаточно для работы на частоте 165 Гц. Но четкость реального изображения все же заметно ниже в сравнении с идеальной матрицей. Если говорить о цветовом охвате, то он едва-едва выходит за границы с RGB, то есть насыщенность цветов получается естественной. Цветовая температура близка к стандартным 6500 кельюнов, а дельта-е по серой шкале в районе 10. И по плану осталась только батарея. В ноутбуке стоит аккумулятор емкостью 70 Вт часов, и в режиме работы с текстом его хватает почти на 9 часов, а при просмотре видео с отключенной подсветкой и клавиатурой на 6,5 часов. То есть в целом аккумулятора хватает на полный рабочий день без подзарядки. От комплектного адаптера Magnus M заряжается на половину за час 13 минут, и полностью за 2 часа 45 минут. Процесс идет линейно до 90% и только потом немножечко замедляется. Что в итоге? Старшая модель старшей линейки DIGMA PRO Magnus M. Дизайн строгий, что-то в теле с инкпадов, и его оценивать не стану, это все-таки дело вкуса. Из минусов одноканальная память не самый быстрый накопитель, к тому же работающий по интерфейсу PCI-C2 третьего поколения, а запасной разъем, дополнительный, работает вообще по SATA 3. И жаль, что при таком обилии разъемов не хватило места, например, для второго USB Type-C. Зато нравится хороший экран с частотой 165 Гц, долгая автономная работа, неплохая производительность, если считать, без учета работы накопителей, аппаратное отключение не только веб-камеры, но и микрофонов, металлический корпус, опять-таки обилие разъемов и поддержка Wi-Fi 6E. Тесты скорости Wi-Fi есть в текстовом обзоре, ссылка в описании, проследуйте, если интересно. А вот этот ноутбук в этой конфигурации уже продается и стоит примерно 90 тысяч рублей. Спасибо, что посмотрели, ставьте лайки, пишите комментарии. Это было Гебедьком, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok